Это слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Профессор Марина Сикачева объясняет добровольцу, как проходит исследование. Простой анализ крови определяет болезнь на ранней стадии. И это настоящий прорыв. Ведь почти половина пациентов узнает об опухоли, когда она уже дала метастазы. Бабушка у меня умерла от рака молочной железы. Ей не смогли помочь, потому что это было очень поздно обнаружено. У отца на данный момент рак кожи. И это тоже... Я волнуюсь, я переживаю. Тест определяет самые распространенные болезни. Рак легкого, молочной железы, кишечника, предстательной железы, мочевого пузыря. Анализ проводят вот в такой лаборатории. Изобретать специальное оборудование не нужно достаточно уже существующего. Всего два дня, несколько миллилитров крови, и результат готов. Нам необходимо произвести ряд тестов на биохимических анализаторах, которые вы видите в этом зале, и на иммунохимиолюминесцентных анализаторах. В итоге больше сотни показателей. Проанализировать миллионы взаимосвязей между ними не под силу человеку. Но это может нейронная сеть. Компьютерная модель мозга, которая мыслит значительно быстрее. Но сначала ее нужно обучить. Это и сделали ученые Сеченовского университета. Машине показали результаты анализов пациентов с онкологией и здоровых добровольцев. И после тренировок искусственный интеллект не просто выделяет больных, но и ставит конкретный диагноз. Виртуальный доктор обращает внимание не только на онкомаркеры. Оказалось, что значения имеют целых 18 показателей крови. И маркеры воспаления, и онкомаркеры, и маркеры гомеостаза, маркеры свертываемости крови. При определенном суммарном стечении изменений высока вероятность наличия заболевания. Российские онкологи первыми в мире успешно применили на практике медицинскую статистику. Использовали данные своих же пациентов, которых лечат в клиниках университета. Среди них и Наталья Москвичка перенесла уже две операции и несколько курсов химиотерапии. Если бы в мое время такие исследования проводились, я бы увидела где-то это объявление, я бы, наверное, среди первых была. Сейчас ученые ждут получения международного патента на свою разработку и официального разрешения Минздрава. Тогда обученную нейронную сеть можно будет поставить на компьютер любой лаборатории страны. И ранняя диагностика рака станет доступной. Редактор субтитров А.Семкин